Голос стихает, и вы чувствуете, как ухо обдаёт холодом, словно от поцелуя ядовитой змеи. Подожди, а если меня никогда ядовитая змея за ухо не кусала, то как я пойму? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Гейшен Анфаркт. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Итак, мы вернулись в нашу блядскую пустыню, и мне нам надо вот туда. Здорово, механическая хуеборга. Блядь, как удивительно, она меня хочет хуярить. Так, всё, вхуярили. Изи. Так, а чё тут можно? 200 мора? Блядь, ещё лучше 100! Какие тут богатые тайники. Бустро! Почему из этого чучела мясо птицы вылетает? Странно. Ладно, активируем. Активируем. Давно не было ебучих загадок, так что надо бы вернуть их. Кровь чужеземцев не смешивается с кровью. К тому же я была уже во многих местах, которые приносят несчастье Бэтмо. Но получается, они не считают тебя за своё? Да нет, это просто законы племени, они хорошо ко мне относятся. На кое мне была нужна эта информация? Непонятно. Так, ну что я увидел? Вот тут помигала вот эта сарака. Так, я понял. Насосай кудасай. Да ты, блядь, хуяри по нему. Вот как бы и всё. Заебись. Ммм, можно сдуть с этого и... Опа. Исследовать? А-а-а. Ммм, двести муров. Так. О! Попоткать. В книгах так написано. Под воздействием дженов даже самая... Блядь. Ой, смотрите, по тем большим деревам чё-то блестит. Может, это та самая джен, которую мы ищем? А мы такие деревья уже видели. Бонсей на максималках. Красиво, между прочим. Оп. Бублик. Самый рофл в том, что я так ещё и не понял, как эти бублики использовать. О, между прочим. Ладно, погнали. Да, блядь, заебали. Боже! Успокойтесь! О-а-а! Опа! Опа! а еще не все передокли давайте добьем а есть я еще не научился играть за казаха ссоре я не совсем понимаю каким что делать но ничего разберет даром ёб твоя мать подружку привел тихо курва куча мяса да я вообще мне сюда надо было сколько тут поломанных механизмов но благо они атаковать не собираются вроде как это почему нас остановила вот ведь впереди что такое и глянись мы здесь не одни а ты откуда взялся так подожди я а вот да 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 ща въебашим погнали мм а этот немного жирный блять слышь падла хуй я он выпилил пиздец просто блять я не понял а как мне с ним так немного давай тебя въебем а то ты чё-то охуел как он заебал со своей невидимостью ябаный ты нахуй да боже ну опять я еще короче какую-то ачивку получил сука он может не делаться невидимым ну нахуй ну пиздец какой-то фух думаю больше нас никто не побеспокоит теперь можно можно чё-то блять тут текст очень как-то быстро идет я уже расслабился ну какой же это уебищный противник так что тут еще есть а мы просто обошли это дерево о суп красиво дырочка господа мы нашли дырочку ну судя по всему нам наверх ого все растения здесь засохли картина так себе а еще бы но кто в этом виноват аки лакера смотри говорящая бутылка неугомонная мелочь интересно зачем тебе вообще язык милешим без остановки а толку никакого ой ты матери дженов дженов ха ха да я одна да я одна из дженов матерь да я была матерью надеюсь вас не смутит этот факт да чё б смущаться тому что кто-то когда-то был матерью но матери дженов это эти простаки с пустыни хотят рассмешить меня хм забавно но все таки не смешно совсем не смешно мы посланники племени то нет пришли просить вас явить своей силой и помочь нам найти место где спит набу маликата а обитель пустыним девчонка а ты мне нравишься вежливая ей говори шпатешно забавная ну и сделай кошак назад я буду говорить только с твоей госпожой ахаха ха-ха-ха Ты новоплемени летающий питомец. Должно быть вы принцесса возгнания. Да, но... Лилупар, зови меня Лилупар. Лилупар что? Так ты и есть та самая Лилупар из книжек? Помалкивай, пока я говорю с твоей госпожой-служанкой из песков. Знай свое место. Надо быть друг. Да, Джек, никакая не служанка, это уж слишком. Ах, надо же, как скучно. Ах, моя душа разделена на множество частей, каждая из которых слишком слаба. Иначе я могла бы принять любую форму, чтобы угодить вам. И нам теперь надо собрать все эти части. Блядь. Изящная танцовщица, прекрасный юноша Архат Якса. Или прекрасные звери из тех, кого уже не найти под луной. Когда-то я превращалась в каждого из них. Я играла эти роли, чтобы порадовать своего повелителя. Повелителя. Повелителя, которому я согласилась доверить свое настоящее имя. Да. Когда-то у меня был такой повелитель. Сегодня я словно увидела его тень. Ты хочешь сказать... Подожди, подожди. Что такое джахт? Она хочет сказать... Эм... В общем, заключая договор с человеком. Джен доверяет ему свое настоящее имя. Владев настоящим именем Джена, ты можешь повелевать им. О, какая эрудированная девчонка, даром что живет в пустыне. Такие служанки – настоящая редкость. Но человек, заключивший такой договор, в конце концов пострадает от страшной мести Джена, ибо Джены ненавидят людей. Ха, ненавидят – сильное слово. Ага, то есть Джехт ошибается? Скажи мне, ты ненавидишь ядовитых насекомых или жоп? Эм... Ее имя – Лилупар. Точно так же звали злободуха, который утопил в... Меду... Армаста Шаха. Смертного царя Горюбада и всю его семью. С того времени история Горюбада окутана мрачными тайнами. Я узнала это из книг. Но я не понимаю, зачем Бобиль понадобился такой опасный джен? Надо же, какая интересная история. Значит, так меня изображают в легендах пустынного народа. Ты боишься, что я наврежу твоей госпоже? Твоей подруге, если она заключит со мной договор? Ну, ты ведь сама хотела найти место, где спит Набу Маликата. Ха-ха. Я не помогу ни тебе, ни твоему матриарху, если... Или как там ее? Мне не интересны ваши политические игры и интриги. Я не собираюсь в них участвовать, но твоей подруге я готова помочь и доверить свое настоящее имя. Но почему ты согласна доверить ей свое настоящее имя? У тебя ведь должна быть на то причина. Оно мне нравится. А? Келокера и правда всем нравится, но... Ты удивлена? Мне нравится аромат благовоний, которые исходят от ее тела. Нравится ее вкус в выборе слуги питомцев. Она по праву достойна называться принцессой. Ладно, хватит пустых разговоров вашего существа. Вы готовы? Но я в принципе не против, что ты меня так называешь. Хе-хе. Злуки питомцев! Это она про джахты Паймана, а? Тебе что? Тебе что, вежливости вообще не учили? Джахт права, это какой-то неправильный джин. Давайте бросим ее здесь и... Келокера, мне кажется, мы все-таки должны... Ради друга такой риск пустяк. Но ты... Нет, ничего. Если это твое решение... Ах, вы просто очаровательны. Что ж, ваше высочество, поднесите меня к своему уху и позвольте доверить вам мое настоящее имя. Келокера! Не сы за меня? Ну, раз ты так говоришь... Сделаю, как велит Лилу... Лилупар. Вы подносите волшебную бутылку к уху. Вы слышите тихий смешок, а затем мягкий и приятный шепот. Ее речь так же непостижима, как дуновение ночного ветра. Но вы запомнили все до последнего слова. Голос стихает, и вы чувствуете, как ухо обдает холодом. Словно от поцелуя ядовитой змеи. Подожди, а если меня никогда ядовитая змея за ухо не кусала, то как я пойму? Ну и так, теперь мы связаны договором. Я буду защищать мою повелительницу от опасностей пустыни, обжигающих ветров, моровых поветрий и коварных интриг. В тени моих крыльев вы всегда будете в безопасности. Моя повелительница. Значит, эта бутылка тоже будет летать возле тебя, Келокера? Ха-ха, к сожалению, да. Ладно, Джена мы раздобыли, пора двигаться дальше. Мы уже потратили здесь уйму времени. Келокера, позади появилась новая тропа. Идем. Здесь чё, была битва? Не знаю, да какая разница, ты идёшь или нет. Джерфт почему-то рассердилась. Да, думаю, этого следует ожидать от девушки, которая ещё не стала матерью. Что? Она беременна? Достижения получили. Лилопар повышает видимость во время песчаной бури и предсказывает её приближение. Ммм, окей. А чё мы за достижения получили? Ёб твою мать. У зрителя алгоритма полуязвечной матрицы оператора наблюдения. Чё, блять? Ибо ты, песок, и в песок возвратишься, как и все живущие в пустыне. Дженли Лупар, погружённый в сон на сотни тысяч лет, заключает с вами договор. Ладно. Чё-то какие-то достижения охуенно непонятные. Ну ладно. Так, а куда мне? Мне сюда вроде. Сторонно, тихо и пустынно. Так. А, между прочим, эти херни закрыты. Ну ладно. Ммм, там опять что-то е... Блять. А, нет, всё норм. Ммм, там проход. Окей. Ой, блять, щас наебнёмся. О, Джек, ты гостья нашего племени? Вы действительно пришли. Действительно? Ты пытаешься нас задобрить? Не видишь, мы заняты. Не стоит задерживать нас с безвесткой на то причины. А, эм, нет. Но, просто матриарх Бабель послала меня с письмом. У неё к тебе срочное дело. И она хотела, чтобы ты, эм... пораньше вернулась в лагерь. Ты чего блеешь? С языком проблемы хочешь укорочу? Что ещё она сказала? Она хотела обсудить с тобой что-то наедине. Извини, я не знал, что ты не в духе. Я не в духе, да у меня отличное настроение. И я расскажу матриарху Бабель, что мы отыскали матери Дженов. Я так рада, и она тоже. И её повелительница тоже невероятно рада получить себе новую сложанку. Правда, Келакера? Ебать, она бомбёт. Матриарх Бабель хочет со мной о чем-то поговорить, так что мне надо идти. Прошу прощения, что не смогла до конца исполнить свой долг. Ваше высочество. Ладно, идём, отведи меня к матриарху Бабель. Бля. Хорошо. А гости племени пусть идут по этой тропе. Она выведет вас из ущелья прямо к лагерю Тонита. Чё такое? Нет, ничего. Просто интересная девочка. Да уж, оказывается, Джахт такая вспыльчивая. Вспыльчивая. Хм, она что, ревнует тебя к какой-то бутылке? Знаешь ли, сердце не прикажешь. Как бы там ни было, а она хорошая девочка. Ей можно доверять, пусть она немного глуповата. О, Джахт, пылкий характер. Не поймите меня неправильно, мне нравится, когда юные девушки так искренне поддаются своим порывам. Ну а назад, а поплатится моя повелительница, поверьте мне, поплатится. Даже если так, пойманы Келла Кера всегда придут ей на помощь, мы ведь друзья. Ох, оказывается, за то время, пока я спала здесь, все так переменилось. Да, интересно, как это место выглядело раньше? Раньше зеленые пальмы, тучные стадоопающие девушки с кожей цвета меда и длинными волосами. Да, когда-то здесь цвели лотосы и любимые цветы моей повелительницы, но все в мире. Приходит в упадок, стоит ли удивляться, что все так переменилось? Ой, простая бутылка, а столько всего знает! Стойте, моя повелительница, впереди что-то неладно. Да и может не пойдем туда? Все равно другого пути нет. Че-то почувствовала. Моя повелительница, я вижу, вы тоже чуете засаду. Но знать бы, кто они, тогда мы сможем опередить их и взять инициативу в свои руки. Впереди враги, но я верила моей повелительнице свою судьбу. Я буду рядом, и мы вместе встретим опасность лицом к лицу. Не сэ, Кила Кира, знаешь, какая сильная? Да и Пайман всегда рядом, так что опасности нам не страшны. Ну что я говорила, будьте готовы, моя повелительница. Эй, вы, вы ведь друзья джахт? Ой, Пайман страшно, почему они не отвечают? Повелительница, раз так, позаботьтесь, чтобы один из них остался в живых. Нам нужен язык. Узнав, куда он бежит, мы найдем его союзников и фамильяров и уничтожим их логово раз и навсегда. Их всего-то трое. Шо, мужики, погнали. Да, приходить всего лишь втроем было хуёвой идеей. Да, беги, беги же, собачья твоя душа. Ха-ха, за ним. О, успокойся, ты пугаешь, Пайман. Запах. Да, подожди. Блядь, эээ, стоп. Мне несколько не до тебя, не до твоего пиздежа. Да ты, ёптвоюж. Блядь. Да, сука, блядь. Можете, блядь, по очереди ебать. А чё она спит? Ну, дароу. Так. Всё? Всё. Супер. Блядь, ещё не всё. А то коль там делаешь? Да ёптже твою. Зырёный, ещё живой. О, сдох. Наконец-то это прекратилось. Эх, опаньки. Отлично. Ещё и камешки нашли. Кстати, интересно, а сколько я там камней уже на находил? Мало. Да ёптвоёж. Пошёл нахуй. Так, а мне куда? Мне... А мне, судя по... Блядь, я ж мог телепортировал. Телеп... Блядь. Ну, короче, это самое. Телепортироваться. Во, господи, выговорил. Нахуя я просто шёл? Значит, здесь они и прячутся. А, вон они наверху. Ужи. Да блядь, боже, почему он не... Ёптвою мать. На такую хуйню не залезть. Так, мужики, я пришёл. Ага. Ёбать, вы серьёзная. А чё из них ничего не вывало? Не вывалалось. И, между прочим. Раз я тут... Опа. Есть. И поставим сюда... Блядь. Да ёптвоёж. Так, а вообще, я вот... Вот это вот хотел глянуть. То есть, не то, что я хотел. Надо. Настоящим свидетельствуем, что предоставили необходимое обеспечение для проведения засады и ограбления. Подарки в заверение. Нашей дружбы будут отправлены ответственным лицом с караваном вьючных яков. Племя Танит шлёт свой поклон племени Афиях, да пребудет с вами мир, да наполнятся ваши кладовые пряностями. Стой, что? Племя Танит? Это племя Джахт. Значит, они наняли этих негодяев? Ого, пустынный народ научился составлять письменные документы? Хм. Вижу, за то время, пока я спала, многое переменилось. Но какая у них была цель? Кто знает, как бы там ни было, они враги. Что ж, раз есть один документ, должны быть и другие. Надо обыскать каждый лагерь. Блядь, я уже вижу какой-то документ. Откуда ты знаешь, что там найдутся и другие документы? Жабы не откладывают по одной икринке. А скалопендры, скорпионы ищут тень, чтобы сбиться в стаю. Да, жутковатое сравнение. Одним словом, язык нам больше не нужен, можем идти к следующему лагерю. Можем. Но где-то вот... Вон там вроде бы я что-то видел. Ну, давай полезем по мужику. Бля. Блин, мне понравилось, как он такой подтягивается. Ёпта! Во! Во-во-во-во-во-во! А, это всё же немного не то. Ну ладно. Идем к следующему лагерю. Тем, кто идёт после нас. Если в мире есть молитва во славу ночи, четвёртая её строка должна быть посвящена попавшим в беду. Посвящена Джабраилу, который оступился. Разве можно представить себе смерть, облако или гибель порыва ветра? Разве можно заметить песчинку, что растворяется в бархане, будто капля воды в океане? Я думал, что Джабраил будет последним. Он должен был остаться последним. Но суть бы неисповедима. Быть может, его сломила череда невзгод. Джабраил самоловкой с самобустротом. Он оступился и упал в ущелье. Я до сих пор не могу поверить... Да-да-да-да-да... Что остались только мы с Самиилом? А, наёбывали. Да, сука! Заёб! Загадочное мясо? Та, блядь, не это! Я б его не ел! Так, на всякий случай. Так, а вообще, а куда мне надо-то? Вниз? Вверх? Сука, тут же хуй, чё поймёшь? Ой, блядь, ства. Видимо, всё же наверх. Так сложно, что ли, было? Да, блядь. Да, блядь. Ладно. Стоп, тут что-то светится. А, не, показалось. Блядь, как неожиданно. Здорово, мужики. Тих, ты чё творишь? Так, один ушёл нахуй. И второй ушёл нахер. Всё же надо было наверх. Так, блядь, я пытаюсь так подойти, чтобы можно было это исследовать. Исследовать, исследовать. Прибыв на место, разбейте лагерь и заблокируйте ущелье. Доступ к ущелью открыт только для членов племени Тониты, подчинённых ему племён. Если увидите путницу с волшебной бутылкой, нападите на неё и заберите бутылку. Награда будет разделена согласно договору. Ага, значит, они специально не стали нападать на джахт? Интересно. Моя повелительница спешить сейчас ни к чему. Давайте перейдём к следующему лагерю. А, нам, в принципе, всё время подниматься наверх. Ок. 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 очень далеко то что блять и он отрегенился слышь ёбаный читер а ёбаный то в рот и тут еще какая-то хуйня ну даро нашли переключись так где эти мудила были а а вон они здорово а шпак-шпак-шпак-шпак-шпак-шпак-шпак-шпак козёл так между прочим а это сдувается а нет приметы чужеземки золотые волосы золотые глаза необычный костюм следует в сопровождении маленькой летающей спутнице если у чужеземки будет сова и джена нападите на нее и заберите джена если джена не будет уничтожьте ее связной ах дарфиан это дарфиан вы с ним знакомы моя повелительница я бы посоветовала вам быть осторожнее выборит друзей была одна старая поговорка обитатель пустыни хранит верность слова только если продеть ему через ключицу железное кольцо с ними покончено пора возвращаться моя повелительница ты покиньте ущелье а нам даже показывают куда покидать это пешка драла покидать так бро я надеюсь ты не обидишься если я просто пробегу ну фичка здесь очень опасно не беспокойся их цель моя не джахт подожди моя цель довести эту суху и не знаю куда туда куда она летит слышно в опасной близости только они за мной бегают бля феечка ну то скотина они не особо за мной бегаю блять я надеюсь он не проснется вроде нет да бля ты рупишь сколько ты будешь лететь то оаа наконец да 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 ёбж твою мать так а вот теперь пасы ёбан так нам куда а нам сюда статуя дандры а вон она опа какие-то книжечки бля сука именем вечной дружбы между владычицей сады и королевой тропического леса матриарх бабель тонете назначает воина мазарику аксирует другим жалование сот тысяч море в день для сопровождения исследователя по имени джайзира ясар через пустыню обязуемся обеспечить защитой все необходимое удобство для изучения древней техники заказчика джазира ясар дастур даршана к шах ревар исполнитель бабель тонет матриарх племени тонет самода договора пятьсот тысяч море в том числе авансовый платеж сто тысяч компенсация за конфиденциальность пятьсот тысяч письмо торговца в городе больше не пользуются кашей понятно почему она аж все так бабель килокера пойман вы вернулись как я рада вашему возвращению дорогие гости джект и азарик тоже ждут вас мы принесли то что ты просила джект говорила благодарю вас мы только что пришли как она могла знать что мы а ну да она знала точно на обратном пути мы попали в засаду ущелья что что ты такое говоришь когда мы возвращались на нас напали ваши люди засели в ущелье чтобы броситься на нас целой толпой пойман такого страху натерпелось ты знаешь что это было нет я ничего не знаю предатели и изгнанники которые грабят случайных путников обычное дело но в этих ущельях обитают подчиненные племена похоже я их недооценила это как-то связано с адарфи что ты сказала да мы нашли вот это вы показываете бабель записку от адарфи адарфи это его почерк если здесь стоит его имя значит он предатель но вдруг это все подстроено значит он позволил запятнать честь честь племени то нет и понесет наказание вот только его сейчас нет в лагере якобы отправился закупать какой-то товар прошу прощения это мой недосмотр но можете быть уверены мы сгоним этого предателя больше он в охотничьей угодье то нет и не вернется или вернется но уже в кандалах не сомневайтесь от имени племени то нет я выясню что произошло и больше такого не повторится и могу ли я увидеть матери дженов а она здесь уважаемая госпожа лулипар возлюбленная служительница набу маликаты основательница гарюбада вечная пленница города айханум смертная бабили с племени танит просит вашей аудиенции что ты что-то говоришь ты ко мне обращаешься столько титулов я ничего этого не помню да мы лишь просим госпожу лулипар привести наше племя к азиаса вечности на встречу со спящей королевой какая скукотища моя повелительница вы разбудили меня чтобы поговорить с этой служанкой и почему вам так нравится общество грубых обитателей пустыни ладно бабель ну-ка спляши если угодишь нам выполним три твоих желания вот это она рофлит а что такое ой извини виновата ты ведь мать этого племени прошу меня простить просто я увидела в твоих чертах рабскую натуру потому и не удержалась захотела посмотреть как ты пускаешься в пляс чтобы нам угодить я ваша покорная слуга и готова выполнить любой приказ я подчиняюсь всем велениям королевы оазисов и не посмею ослушаться приказа ха ладно я пошутила прибереги свою покорность для других у меня уже есть хозяйка и я пока не собираюсь брать слуг так что тут ты просчиталась значит матриарх бабель умеет присмыкаться вам еще многое предстоит увидеть моя повелительница я доверила вам свое настоящее имя и жду вашего приказания решение за вами я ни слова больше не скажу этому презренному пустынному народцу повелительница ваша повелительница да это благо да это благородная принцесса моя повелительница можешь не преклонять колени какое наебалово у нее в глазах эй скажи что нибудь посмотри на ее лицо я понимаю значит килокера ты нам поможешь я здесь чтобы исполнить желание джахт если это ваш выбор слушаю и повинуюсь что же я тоже помогу раз такое дело надеюсь на приятное сотрудничество обитательница но предупреждаю только смерть может разрушить договор между дженом и тем кому джен доверит свое настоящее имя я буду следить за тобой чтобы с моей повелитель повелительницей все было благополучно не думаешь что ты можешь помыкать мной понимаю вот и славно обитательница песков больше не мешай мне спать значит вы заключили договор да да я понимаю ты правильно поступила дженны гордые и свободолюбивые существа но тебе удалось обуздать ее я не ожидала ну это и хорошо теперь нам будет проще добраться до оазиса вечности только килокера я прошу тебя со всем уважением постарайся чтобы лоли пар осталась тебе верна само собой да спасибо джект и азарик вернулись отправляйтесь к ним а мне еще предстоит обработать информацию которую которую вы принесли прошу меня извинить у госпожа бабель столько дел да пиздец просто ладно мы отправимся к этим двоим но будет это уже в следующий раз а сегодня все всем спасибо за просмотр и всем пока 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 Субтитры подогнал «Симон»